Тарифы на тепло пермской сетевой компании признаны незаконными. Верховный суд оставил в силе решение краевого. Прокуратура запустила горячую линию. Около тысячи домов и зданий в Пельме до сих пор без отопления. Рособранадзор объявил о масштабной проверке учителей на профпригодность. Пройдет она уже в октябре. Это итоги в студии Рустам Багизов. Здравствуйте. Верховный суд России оставил в силе решение Пермского краевого суда о признании недействующими тарифов на тепло пермской сетевой компании. Речь о домах в Кировском районе Пельми. Об этом сообщили юристы ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт». Решение вступает в законную силу. В апреле, напомню, Пермский краевой суд частично удовлетворил иск ассоциации ТСЖ, признав недействующими о спариваемой тарифы ПСК на 2017-2018 годы. Как ранее сообщали в самой компании, тариф является действующим до вступления в силу решения суда о признании его недействительным. В то же время сетевики заявляли о том, что процесс инициирован группой ТСЖ, имеющих большую задолженность за тепло, и высказывали подозрение, что он может быть использован как предлог, чтобы не платить за коммунальные услуги. Это не единственный спор вокруг тарифов в Перме. В декабре 2017 года управление ФАСПа приками возбудило дело в отношении группы лиц Т-Плюс, компания Т-Плюс Новое решение и ПСК по факту злоупотребления доминирующим положением при предоставлении услуг в сфере теплоснабжения в Кировском районе Перми. Около тысячи домов и зданий в Перми до сих пор с холодными батареями. А ведь отопительный сезон стартовал 27 сентября. Причин, почему пермяки до сих пор мерзнут в квартирах, не одна и даже не две. Чтобы во всем разобраться, в администрации Перми совместно с подзорным ведомством запустили традиционную горячую линию. О том, на что жалуются жители Перми, разбиралась Юлия Якушева. Десятки звонков за час на горячую линию по вопросам отопительного сезона. И все начинаются с фразы «У нас нет тепла». Так жительница дома по адресу Юрша 64 Галина Владимировна возмущается, что уже обращалась в районную администрацию на холодные батареи, но пока никаких признаков того, что отопление будет. Такая же ситуация происходит по всему городу. При этом отопительный сезон в краевой столице начался неделю назад. Но пока одним холодно, другим чересчур жарко. Пенсионерка Лариса Шульпина удивляется. У нее уже набежала сумма в квитанции, как за две недели отопления целой улицы. Горячую линию по вопросам отопления проводят не в первый раз. Звонки, говорят, в мэрии всегда похожи. Тем не менее, по словам начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Бородина, у чиновников возникли вопросы как к ресурсникам, так к управляющим компаниям, на которых лежит ответственность за информирование жильцов. Каждое обращение будет рассмотрено. Меры будут приняты как к управляющим организациям, так и к ресурсонабжающим организациям. Совместно будут организованы там, где необходимы выезды, будут проведены замеры теплоносителя подаваемого, как в дом, и будет проведена необходимая регулировка уже внутридомовых инженерных систем непосредственно в домах. По данным ресурсников, сейчас теплом обеспечены почти 80% жилых домов Перми. В течение этой недели большая часть работ по регулировке режимов в сетях города будет завершена, уверяют в пермском филиале Т-Плюс. Между тем, по оценкам синоптиков, середина октября прогнозируется холодный на 2-3 градуса ниже нормы. Ожидается и выпадение первого снега. Рособранадзор объявил о масштабной проверке учителей на профпригодность. Затронет она порядка 20 тысяч педагогов из большинства регионов России. Пройдет уже в октябре. Тему обсудим с гостями в нашей студии. У нас Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края. Также Зоя Галайда, представитель Краевого профсоюза работников образования и науки. Здравствуйте. Действительно, Раиса Кассина, о проверке, да, сначала, наверное, может быть, такой общий срез. Что это за проверка? Кого она действительно затронет и как Пермский край коснется? В течение уже, скажем так, двух лет разрабатывают специальные контроль-измерительные материалы для того, чтобы под сети оценить компетентность учителей. И делается это не для того, чтобы поставить там отметку, соответствующую там, как мы сейчас говорим, клеймо какое-то. Делается это для того, чтобы понять, что с этим дальше делать, какие есть дефициты учителей, на что нужно обратить внимание, что запустить в курсы повышения квалификации и так далее. Вот в прошлом году и позапрошлом году это были выборочные проверки небольшого количества педагогов. Сейчас они более масштабные, затрагивают огромное количество, большую половину регионов, в том числе и Пермский край, где учителя будут проверены, их компетентность, правильно сказать, по ряду предметов. То есть, грубо говоря, это какой-то анализ целиком отрасли школьных учителей, да, прежде всего, наверное, которые позволят оценить, куда двигаться дальше, какие направления выбрать. Зоя Ивановна, мы, насколько понимаем, что проверка эта теперь уже там недобровольная, как регион, когда заявлялись, она обязательная. Вообще, насколько она нужна и вовремя ли это делает Рособранадзор? Ну, это похоже на компанию. Я думаю, что это все-таки продолжение апробации, мониторинга, состояния знаний учителей для того, чтобы... Это защита своего рода профессиональных компетентности учителя, когда учитель сам, во-первых, первый этап вот этой апробации, который прошел в 20 регионах России, учитель участвовал в этом абсолютно добровольно, сохранялась абсолютная анонимность, но педагоги знакомились с результатами. И когда вот эти вот дефициты, о которых Раиса Алексеевна сказала, определяются, это естественный процесс, время идет, и учитель должен совершенствовать свои знания, то тогда его личностный рост, его переподготовка, учеба его должна быть направлена именно на ликвидацию этих дефицитов. И учитель в этом заинтересован, в этом его защита как профессионала. И мы, как профсоюз, очень активно участвовали вот на первом этапе этой апробации, сохраняя именно вот эти вот позиции, когда, значит, это новая, национальная система учительского роста проходит стадию становления, и сейчас должны вот четыре таких составляющие свести в некое такое логичное объединение. Это уровень учителя, систему аттестации педагогических работников, систему повышения квалификации педагогических работников. Это должно базироваться вот на единой информации. И то, что сейчас вы говорите, как проверка, мы должны, конечно, безусловно, будем как-то, не знаю, мешаться, изучить эту ситуацию, чтобы вот эта добровольность сохранялась, потому что, ну, иначе, если раньше времени начинают эти вещи делать, это, ну, никакой напряженность может породить. Ну, вообще, Раиса Алексеевна, в итоге это педагоги, в том числе, со всех территорий, не только пермских школ, каких проверок там их вообще подвергнут, каким проверкам, и что это за предметы, учителя-предметники? Ну, во-первых, это 150 школ в Пермском крае, 11 территорий, больше всего, конечно, 52 школы это будет в Перми, ну, кроме того, будет в Соликамске, в Пермском районе, но во многих других территориях. Учляя не всех предметов, в 2018 году часть предметов, часть предметов перейдут на 2019 год. При этом, действительно, самое главное, это посмотреть все-таки уровень компетентности в целом учителей, не конкретного учителя, а набрав большой массив данных, станет понятно вот эти те самые дефициты, которые мы должны устранить в будущем, для того, чтобы обеспечить качество образования наших детей. Я считаю, что никакой катастрофы в этом нет. Никому, никто не будет там уволен или еще что-то будет проходить по этому поводу. Это только для того, чтобы стало понятно, что дальше делать с общим повышением квалификации наших педагогов. Зуя Ивановна, не может это сказаться неким образом на работе учителей, их отвлекут от работы и так далее, вот этот лишний массив информации, тестирование и так далее. На качестве обучения это не скажется наших детей? Ну, на качестве только должно сказаться положительно, если учитель, получив результаты тестирования и поняв, что чуть-чуть знаний ему не хватает, будет больше квалификации цели направлены, на качестве только позитивно должно отразиться. А на насчет времени нужно, конечно, находить баланс, когда это учитель сможет, когда это ему удобно и так далее. В принципе, учитель должен быть заинтересован в этом. Конечно, потому что на самом деле будет проверка компетенций не только предметных, то есть знаний, скажем, математики, кстати, математика будет проверяться, там русский язык, еще ряд предметов, биология, например, будут во вторую очередь проверяться, то есть в следующем году. Кроме предмета будут проверены психолого-педагогические знания. Сейчас очень актуальна эта тема. Ну, абсолютно точно актуальна. Во-первых, во-вторых, вот эти знания, как правило, получают еще в ВУЗе, а потом работают 30 лет, и мало кто из предметников повышает свою компетенцию в этом направлении. Как правило, все-таки повышение компетенции, но учитель желает получать в области самого предмета. Поэтому мне кажется, что это нормально. Ну, ответственные учителя, наверное, вот, Зуя Ивановна обращаются, да, в любом случае, там, повышение квалификации подобных и так далее, в том числе через вас. Поверьте, если будут какие-то перегибы, учителя сразу начнут обращаться. А, Раиса Алексеевна, вообще, как можно сказать, вот, подобные проверки-то ведь все равно там на каком-то местном уровне, там, не только муниципалитет, но и в целом край, все равно вы тоже подобные вещи делаете, какие-то локальные проверки, возможно, там, некие поручения в школу, давайте, там, друзья, посмотрим, как у нас учителя математики, где там не хватает учителей, где не хватает каких-то знаний. Вот, вы знаете, вот таких вот массовых проверок мы не устраивали. У нас есть система аттестации, которая сейчас будет пересматриваться как раз в рамках вот этой вот национальной стратегии развития учительского роста. И вот там учитель как бы показывает свои знания, умения, смотрим результаты, смотрим его повышение квалификации системное, то есть не проверяет, не проверяем конкретные знания. Но Пермский регион отличается от других тем, что у нас есть так называемые олимпиады, где учитель совершенно добровольно, во-первых, во-вторых, анонимно, то есть он заходит по псевдонимам, туда проходит, как бы сам себя контролирует, сам себя проверяет по разработанным очень неплохим тестам, это делает высшая школа экономика, для того, чтобы определить уровень своей компетентности. И, кроме того, университет тоже в это включается. То есть они дают учителю возможность посмотреть, что ты знаешь, чего ты не знаешь, увидеть потом идеальный результат, сравнить, понять, где ты недорабатываешь. Ну, то есть у нас такая система выработана, но она добровольная. Сейчас же предлагается всех учителей аттестовывать на основе одинаковых критериев. Ну, действительно, в одних регионах, например, число, вернее, доли аттестованных учителей 80-90%, а у других 6-7, которые имеют там первую высшую категорию. Это говорит только о том, что индикаторы, тесты совершенно разнятся. А на самом деле учитель высшей категории в любом регионе должен соответствовать тем требованиям, которые к нему предъявляются. Ну и, Зуя Ивановна, вообще, как основной массив-то учителей более-менее положительно к таким вещам относится, к проверкам, ну и проходит ли проверку основной массив таких учителей? Ну, учителя у нас всегда готовы к проверкам, как говорится, но я не думаю, что если проверки будут там чрезмерные какие-то, учителя протерпят это, они обязательно будут свои предложения вносить, что это там излишне что-то. Но, поверьте, когда учитель хочет работать качественно, он, в принципе, отзывчиво относится к тому, чтобы сверить свой уровень, это нормально. Учителя другие сейчас, они современные, они стремятся как-то меняться в лучшую сторону, это же качество их работы, это, в конце концов, и их рост, это их карьера какая-то, потому что вот эта новая система учительского роста и аттестации, которые хотят сделать единоизмерительные такие материалы по всей России, они как раз дают возможность не сочинять в каждом регионе свои чрезмерные иногда нагруженные вот системы аттестации педагогических кадров. Поэтому, ну, кто-то пройдет, портфолио создаст, а кто-то, наверное, пройдет вот такую проверку и, в принципе, будет аттестован новая система, это предполагает. Кстати, вот, то, что проводит в высшую школу экономики по нашему заказу, 10 тысяч педагогов совершенно добровольно приходят, мы никого не заставляем, никого. И они приходят, приходят для того, чтобы проверить... Ну, 10 тысяч-то много, это какая доля? Ну, это много, это из 20 тысяч педагогов, собственно, предприятиков. Вот, главное еще, Рейсик Сен, такой вопрос, какие-то карающие-то санкции будут для тех, кто не пройдет? Здесь режима нет, точно нет. Здесь точно абсолютно нет. Это только для того, чтобы понять уровень компетентности в целом, переструктурировать тесты, поменять, может быть, что-то в них, и, конечно, определить систему повышения квалификации. Ну, а как мы сейчас вообще оцениваем в Пермском крае это более-менее положительно, да, все-таки, сферу? Мы оцениваем в конечном итоге результаты по результатам, ну, скажем, ЕГЭ, по результатам профилактической работы, по предупреждению преступности и так далее. То есть мы смотрим не знания конкретных учителей, а то, каким образом это находит отражение в детях. Поэтому таким вот мерилом, можно сказать, это, конечно, результаты ЕГЭ. Они у нас плохие, при этом, соответственно. Ну, Изон Ивановна, буквально коротко, в итоге это к какому году-то вот это должно прийти? Ну, в стандарт 24-м? Сегодня, значит, июнь 2019 года, но, в общем-то, даже по предложению, по требованию профсоюза было перенесено на 2019 год, потому что мы считали, что система не готова к тому, чтобы внедрять это уже сегодня. Поэтому сейчас как раз идут процессы подготовки системы для введения новой системы учительского роста для того, чтобы вот эти блоки увязать. И четвертый блок, о котором я не успела сказать, это, безусловно, оплата труда педагога, тоже должна быть увязана с этими тремя блоками, о которых я говорила. Тогда это будет логично. Учителя будут готовы и психологически к этому, и, наверное, финансы должны быть готовы к тому, чтобы, значит, вот соответствовать новому уровню учителя. Спасибо. Это мнение Зои Галайды, представителя Краевого профсоюза работников образования и науки. Также у нас в студии была Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края. Спасибо. Мы пройдемся на короткую рекламу. Оставайтесь на телеканале РБК. Новая жизнь для любимых вещей. Ателье по ремонту чемоданов, сумок и обуви. Леоновы, 15. Звоните 22-666-22. Вам необходимы деньги на развитие бизнеса? Купить коммерческую недвижимость? Мы поможем. Работаем со всеми банками Перми. Центр финансового консалтинга «Золотые двери». 291-91-25. Автопрестиж. Новые дилерские центры «Митсубиши Моторс» в Камской долине. Весь модельный ряд в наличии. Тест-драйв по телефону 250-77-07. Автопрестиж на маршала Жукова 51. «Митсубиши Моторс». От гильотины до GPS-браслета. От древнего Зиндана до комфортабельных скандинавских тюрем. От Колыма до брачного контракта. Эволюция права. Вместе с историком Мариной Казанцевой. Новый проект телеканала РБК «Перьм». Каждый четверг в рамках итоговой программы. Коктейль Молотова. Теперь и ты в нашей ленте. Главные и наиболее значимые события края и города за текущий день. Политика и экономика. Бизнес и спорт. Технологии и культура. Выводы экспертов и участников событий. Контрастные точки зрения. Прогнозы и реакция. До встречи. Продолжим программу. Пермский филиал «Газнак» провел конкурс с нарушением антимонопольного законодательства. Об этом заявили в региональном УФАС. Там отмечают, что при проведении конкурса на заключение договора о выполнении внеплановых предупредительных ремонтных работ Пермская печатная фабрика, филиал «Газнак» нарушила антимонопольное законодательство. Принять участие в нем решили четыре компании. Однако заказчик допустил до участия в конкурсе только компанию «Аллегрис», которая впоследствии и победила. Так как, согласно документации, являлась единственным претендентом на заключение контракта. Причем УФАС установила, что три компании, которые подавали заявки на участие в конкурсе, были отклонены из-за того, что, по мнению закупочной комиссии, не предоставили документы, указанные в конкурсной документации. Но при этом заявку компании, которая выиграла конкурс, следовало также отклонить, так как у предприятия тоже отсутствовали необходимые для участия в конкурсе документы. Лицензия МЧС, наличие которой являлось обязательной. Данные о нарушениях должностными лицами будут переданы в региональный следственный комитет. Далее в нашем эфире новости федеральной повестки. Их подготовил мой коллега Станислав Заганов. Стас, приветствую тебя. Что заинтересовало, что привлекло твое внимание? Рустам, приветствую. Сегодня на повестке День достаточно много новостей интересных, ну и в том числе и трагических, и даже веселых. Но обо всем подробнее. Сегодня стало известно, что в катастрофе вертолета, произошедшей в среду вечера в Костромской области, погиб один из самых известных работников органов прокуратуры, заместитель генпрокурора Саак Карапетян. По предварительным данным, находившийся в отпуске Карапетян вместе с товарищами направлялся на охоту. Однако, в условиях плохой видимости, пилот вертолета не справился с управлением, и машина упала на землю. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Вертолет, по данным ведомства, летел без разрешения. Всего на борту вертолета находились четыре человека. Останки последнего погибшего были найдены сегодня, днем в ходе работы на месте ЧП. РЖД рассматривает идею оснащения плацкартных вагонов капсулами и пространствами-трансформерами. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. По его словам, на базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно быть индивидуальное пространство, возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт, цитирует Белозерова ТАСС. Что конкретно подразумевается под этим понятием, он не уточнил. Ну и кроме того, господин Белозеров рассказал, что в ближайшие два года появятся новые типы вагонов, проектов 2019 одноэтажные открытого типа и 2020 двухэтажные. Они будут отличаться удобством, комфортом, там будут розетки и Wi-Fi, отметил глава РЖД. Рейтинг доверия к президенту по сравнению с 2017 годом снизился на 17 пунктов до отметки 58%, вернувшись к докрымскому уровню. Это следует из данных опросов Левада-центра об отношении граждан к различным институтам. Теперь армии доверяют сильнее, чем главе государства. Социолог Левада-центра Денис Волков объясняет это шоком от контраста предвыборных обещаний с пенсионной реформой. Не изменились за год лидеры антирейтинга институционального доверия, среди которых крупный бизнес, политические партии, Госдума и правительство. Уровень доверия к чиновникам Белого дома сейчас ниже, чем в 2012 году, когда он составлял 29%. Рейтинг у этих структур упал меньше, чем у президента, потому что он изначально был низкий и надежд на них никто не возлагал, говорит Денис Волков. Продолжение следует... На прошлой неделе мир смеялся над Трампом, на этой над Мэй, ну а на следующей мы увидим, как Меркель и Макрон танцуют макарену, написал один из пользователей. Напомним, в конце августа премьер-министр Великобритании отправилась в Африку, чтобы обсудить много важных вопросов, например, торговое соглашение после Брекзита. Однако главным, чем запомнился визит Мэй, оказались не переговоры, а танцы. Британские СМИ даже начали разбирать, как они повлияют на внешнюю политику страны. Да, Стас, спасибо особенно за последнюю веселую новость. Мы продолжаем. В Перемском крае могут применить опыт по обеспечению безопасности, полученный в ходе недавнего чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня заявил глава управления государственного автодорожного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжью, который впервые посетил Пермь в новой должности. По словам чиновника, не все крупные инфраструктурные объекты имеют сегодня возможность применять технические средства охраны. При этом, добавляя Данильцев, во время чемпионата мира по футболу ведомство внедрило во всех субъектах Приволжья, участников Мундиаля, видеонаблюдение с распознаванием лиц. Это помогло выявить и преступников, и тех, кому выезд был запрещен, отмечает Иван Данильцев. Подобный опыт приведения к современным требованиям по транспортной безопасности объектов инфраструктуры решено реализовать и в Прикамье. Министр транспорта Прикамья Николай Уханов отнес ключевым объектам, где в первую очередь это необходимо, крупные ЖД вокзалы региона и Пермский аэропорт. Федеральное законодательство достаточно жестко регулирует эти вопросы. Это и выделение отдельных структур в тех же компаниях РЖД, либо Новопорт. Это система видеонаблюдения, это рамки, это металлодетекторы, металлоискатели и так далее. На автовокзале, который является государственной собственностью, в прошлом году ввели систему распознавания лиц. И несколько уже правонарушителей, которые были в розыске, были выявлены с помощью этих систем. Кроме того, добавил главный Минтранс, в этом году более 180 миллионов рублей было направлено на модернизацию старых и установку более 150 комплексов новых, новых комплексов видеофиксации на региональных автодорогах. Ну и по итогам сегодняшней встречи представители Ространснадзора в Координационный совет региона по антитеррористической безопасности. Подмена детей – резонансная тема не только для общества, но и практикующих адвокатов. Эту тему мы затронули в нашем очередном выпуске «Эволюция права». Подмена детей или их незаконное отлучение от семей – такие случаи в России встречаются регулярно и привлекают большое общественное внимание. Почему это происходит сегодня и кто несет ответственность за подобные деяния? Это программа «Эволюция права» на канале РБК «Перь». Меня зовут Загайнов Станислав. Сегодня мы, как всегда, беседуем с адвокатом Мариной Казанцевой. Марина, добрый день. Добрый день. Подмена детей действительно часто встречается, но, собственно говоря, кто является потерпевшим, для начала нужно определить. В данном случае потерпевшими будут являться как родители, так и дети. И действительно, преступление направлено против интересов семьи. Мы знаем достаточно много случаев, когда на протяжении 10-20 лет до и ранее совершались подобные преступления. На сегодняшний день законодатель предусматривает серьезную ответственность за совершение подмены детей, как гражданскоправовую, так и уголовную. О мотивах, наверное, нужно поговорить, если говорить о подмене. Ну, при подмене детей чаще всего, конечно же, выделяют различные мотивы такого характера, как корыстный мотив. Это, в частности, финансовая сторона, когда человек просто желает получить денежные средства и в своих целях использовать их. Есть мотивы, когда желают поменять больного ребенка на здорового ребенка. Бывает, когда живого ребенка меняют, забирают взамен умершего ребенка. То есть, совершенно различные мотивы. Ну, а есть похищение ведь еще детей, не только... Это совершенно иная квалификация. Нельзя смешивать подмену ребенка с похищением ребенка. Но я могу сказать, в чем разница. То есть, когда меняют ребенка, то меняют одного ребенка взамен другого ребенка, а когда похищают, то это просто один ребенок забирается, и в данном случае уже квалификация идет по иной статье. Ну, то есть, и ответственность совершенно другая. Ответственность другая. А мы говорим о подмене. Это квалификация статьи 153. Всегда ли в случае подмены это... Ну, можно говорить, что это, конечно, имел место злой умысел, или, может быть, по неосторожности. Такое случается? Ну, в данном случае подмена является случайной. Такое бывает. Но и рассмотрение наказания будет совершенно по иной квалификации. 286-я статья предусматривает совершение преступления, допустим, должностными лицами. Но, опять же, если мы обратимся к тому, что говорит 293-я статья, то увидим там о совершении преступления из халатности. То есть, здесь различные ситуации. И, конечно, суд в каждом случае будет обращать внимание на то обстоятельство, кем совершено преступление и в чем оно выражается. Если совершает заведующий, то он не будет нести ответственность по одной статье. Здесь состав будет образовываться, исходя из его приказа, должностных полномочий, которые на него возложены. Все-таки хотелось бы от вас еще услышать и некие советы, как избежать подобных ситуаций. Рекомендую людям просто носить элементарно с собой фотоаппарат, видеозапись. Действительно, когда мать впервые видит новорожденного ребенка, ей очень сложно запомнить его лицо, черты ушей, допустим, глаз, подбородка. И просто можно сфотографировать, выполнить видеозапись. Опять же, есть палаты, в которых могут находиться и мать, и дитя с момента рождения. Также есть право отца присутствовать и контролировать весь процесс. То есть подстраховаться можно, чтобы не произошло либо случайной ситуации, либо в результате преступных действий чьих-либо граждан. Марина, большое спасибо. Надеюсь, что подобных случаев будет все меньше и меньше, по крайней мере, у нас в России. Это была программа «Эволюция права» на канале РБК Пермь. Благодарим за помощь в проведении и организации записи нашей программы «Государственный архив Пермского края». До встречи на нашем канале. Экс-министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень возглавила объединенную больницу. По сути, региональные власти создали в Пермь первые медицинские кластеры. В состав созданной структуры вошли 4 медучреждения. В Кировском районе больница номер 10, 21, поликлиника 12 и 11 медсанчасть. Новое объединение возглавила экс-глава краевого Минздрава, сообщает коммерсант. До этого она руководила 11 медсанчастью. Это одна из вошедших кластеров. С 1 октября этого года новое юрлицо получило наименование «Городская клиническая больница имени Гринберга». По данным издания, всего в Перми появится 5 кластеров. Ну а созданная объединенная больница – это первая из пяти укрупненных медицинских учреждений, которые должны появиться в краевой столице. Каждый из них будет иметь в своей структуре стационар. Ну и больница номер 4 может стать обособленным кластером. Инициатива слияния принадлежит Минздраву. Приками по замыслу ведомства совместное использование материальных и кадровых ресурсов улучшит качество оказания медпомощи, обеспечит финансовую стабильность учреждений, создат стимулы для их развития. Ну и Минздраве подчеркивает, что слияние учреждений не отразится на пациентах. Это юридическое объединение. Все медики останутся на своих местах. Просто учреждения начнут работать более эффективно с точки зрения экономики. Более подробнее о медицинском кластере – специальное интервью сразу после рекламы. Новая жизнь для любимых вещей. Ателье по ремонту чемоданов, сумок и обуви. Леоновы 15. Звоните 22-666-22. Вам необходимы деньги на развитие бизнеса? Купить коммерческую недвижимость? Мы поможем. Работаем со всеми банками Перми. Центр финансового консалтинга «Золотые двери». 291-91-25. Главные и наиболее значимые события края и города за текущий день. Политика и экономика. Бизнес и спорт. Технологии и культура. Выводы экспертов и участников событий. Контрастные точки зрения. Прогнозы и реакция. До встречи. Утро бывает разным. А коктейль Молотова всегда неугомонный. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК+. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. В эфире РБК Итоги. Я Рустам Багизов. Дело о нападении на Пермскую школу 127 поступило в суд Мотоверихи. Процесс будет вести судья Константин Истомин. Он получил материалы уголовного дела 1 октября. Дата начала процесса пока не определена. Нападение на школу 127 в Перми, напомню, произошло 15 января. По версии следствия, 16-летний подросток совместно со своим несовершеннолетним знакомым, учащимся 10 класса этой же школы, с целью заранее спланированного убийства, пришли в учебное заведение, взяв с собой несколько ножей. В инциденте пострадало 15 человек. 12 потребовалась помощь врачей, в том числе и педагогу. Расследование в отношении второго нападавшего в настоящее время продолжается. В ходе судебно-психиатрической экспертизы он признан невменяемым. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Региональные власти создали в Перми первый медицинский кластер. В состав вновь созданной структуры вошли 4 медучреждения в Кировском районе. Возглавила объединенную больницу экзглава краевого Минздрава Анастасия Крутень. О перспективах работы кластера специальное интервью от моего коллеги Антона Шибанова. Первый медицинский кластер появился в Перми. Теперь он действует в Кировском районе. Как говорят в Минздраве, высшая цель – это, безусловно, повышение качества медицинской помощи для населения. Именно для этого объединился в одно учреждение целый ряд больниц и поликлиник. Для чего это надо? Как это работает? Об этом мы сейчас поговорим с Людмилой Чудиновой, заместителем главного врача городской клинической больницы имени Гринберга. Людмила Николаевна, спасибо вам за вашу отзывчивость, прежде всего. Спасибо вам. Рассказывайте, что за медицинский кластер? С 1 октября произошло слияние 4 крупных учреждений Кировского района в одно учреждение. Это медсанчасть номер 11, городская клиническая больница номер 21, городская больница номер 10, хоспис, которую мы называем, где оказывают помощь онкологическим больным, и действительно поликлиника. Поликлиника, которая в своей структуре имеет 5 филиалов поликлиник. Это огромное учреждение, которое сейчас называется городской клинической больницей имени Гринберга, в которой поставлены определенные задачи в первую очередь. Это организация или улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам в плане доступности и улучшение лабораторной какой-то диагностики. Что называется на понимание? Допустим, сколько пациентов обслуживало или было рассчитано на какое количество пациентов каждая из перечисленных вами больниц и, соответственно, в результате? Поликлиника обслуживает все практическое население Кировского района. То есть весь Закамск, весь Кировский район? Нет, есть еще и филиал федерального медико-биологического агентства, но у нас 80 тысяч прикрепленного населения, которое обслуживает поликлиника Кировского района. Плюс два стационара многопрофильного и неэксклюзивное в 21-й горбольнице ожоговое отделение, которое единственное на весь город, родильное отделение, которое является тоже одним из самых лучших в Пермском крае. И в медицинчастие номер 11 – это нейрохирургия, которая оказывает тоже определенный профиль медицинской помощи. И там открыт реагиональный сосудистый центр для оказания медицинской помощи для больных, которые переносят инфаркт или инсульт. Смотрите, но мне почему-то кажется, что денег из бюджета вы больше получать не будете. Денег из бюджета точно получать будут. Более того, все вот эти объединительные процессы связаны, наверное, в том числе с сокращением административного штата. Ну, сокращение административного штата, оно не в большом количестве. Это единичные только люди. Основное ведь мы говорим о том, что это улучшение и концентрация. Первое – кадрового потенциала, чтобы могла быть ротация между учреждениями, где нехватка каких-то специалистов и медицинского оборудования. Даже поликлиника, направляя пациентов в 11 медсанчасть, например, на компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию, должна была за это платить деньги потом. И это, конечно, финансовый избыток удержки. А теперь в рамках одного учреждения мы определяем поток пациентов, увеличивая их доступность. И как бы уже нет вот этих за собой финансовых потоков. А перечисляя медицинские учреждения, вы не упомянули такую структуру, как скорая помощь? В Закамске ведь своя подстанция? Поправьте я, к счастью. В Закамске подстанция скорой медицинской помощи, но они остаются самостоятельной структурой. Но по логике-то ведь, о которой вы говорите, логично бы сюда еще и скорую помощь? Я думаю, что нет. Потому что скорой помощи своей конкретной задачей, вот неотложную медицинскую помощь в структуре данного учреждения действительно надо развивать. И я даже бы сказала, не сколько как неотложная помощь, а вообще помощь оказания на дому нашим медицинским пациентам. Она очень многогранна. И мы сейчас в этом направлении уже идем в рамках объединенного нашего учреждения. Ну, насколько мой жизненный опыт подсказывает, как раз вот некоторые проблемы и возникают на стыке зоны ответственности скорой помощи и иных медицинских учреждений. Ну, это вопрос уже не к вам на самом-то деле. Вот. Задачи. Я понимаю, да, улучшение качества обслуживания. Как будет определяться это, во-первых, то есть КПА и в какие сроки? То есть, я не знаю, вот объединились и что? И через месяц жители Кировского района как один будут говорить о том, какая у них великолепная медицинская услуга в Закамске. Вот смотрите, первая доступность, то есть кадры. У нас на сегодняшний день действительно дефицит кадров. По узким специалистам, прежде всего, или вообще? По узким специалистам в том числе. И то, что сегодня стационар готов оказывать консультативный прием амбулаторным пациентам, это первое. Узкие специалисты. Второе. Это диагностика. Лабораторная, параклиническая. Здесь своя лаборатория, в стационаре своя лаборатория, в другом стационаре своя лаборатория. Сейчас это все объединится в один огромный лабораторный центр. Останутся заборные пункты в поликлиниках. И тогда вот эта и запись на анализы, и быстрота их выполнения, она, конечно, сразу будет чувствоваться. Рентген служба, точно самое. УЗИ, КТ, МРТ, это все будет более вот такое оперативное и доступное нашим пациентам. Но получается-то ведь, что нагрузка на тех специалистов, которые есть сейчас, которые трудятся в стационаре, и вы говорите, что вы будете их привлекать в поликлинике, то есть нагрузка-то возрастет у людей? Люди-то ведь тоже не железные. Ну, а вы знаете, по нагрузке этот ведь тоже вопрос вот такой он дискутабельный. И опять же, если у них будет некая доплата, допустим, ну да, люди хотят заработать там какую-то копеечку дополнительную, но приведет к переутомляемости и в итоге из-за этого к снижению качества услуги, к невнимательности, к рассеянности. Нет, вот смотрите, ведь все делается в плановом порядке. То есть вот вал такой, как вы сейчас об этом говорите, что мы будем нагружать специалистов. Нет, я спрашиваю. Он, конечно, будет исключен. Это однозначно. Все в плановом порядке. Вот, например, на сегодняшний день уже в рамках объединенного учреждения определено, что поликлиника имеет в день два направления на компьютерную томографию и пять направлений на магнитно-резонансную томографию, чего раньше не было. То есть сейчас доступность этих пациентов, она действительно увеличивается. И это в рамках того рабочего времени, который у специалистов в стационаре. То есть вот так, чтобы мы их сейчас нагрузили и сказали, что вы будете тут перерабатывать и ночные, вечерние, и выходные часы, этого, конечно, не будет. Все в рамках планового. Условно говоря, там загруженность томографа была, не знаю, полдня, полсмены. Сейчас она будет увеличена как раз за счет доступности, что ли, да? За счет доступности именно для жителей Кировского района в первую очередь. Все-таки, если говорить о деньгах. В рамках существующего финансирования. То есть ровно те же суммы никак и не изменятся? Дополнительного финансирования не предусматривается. Хорошо, но я сейчас хотел задать вопрос об экономии. Не о дополнительных средствах, а о тех деньгах, которые вы можете сэкономить. Это возможно экономить? Либо это здесь не играет никакой роли? Да как не играть никакой роли? Как раз ведь это и основной, тоже одна из основных задач. Потому что ведь мы говорим о том, что существующие учреждения, которые разрозненно были, они в каком-то плане в кредиторской задолженности. И когда объединяются учреждения, объединяются службы, это как раз приведет и к экономии средств и их рациональному использованию. То есть другая задача, именно экономическая, эффективная. Получается, это реализация того самого видения губернатора, о котором он говорил. Правильно я понимаю? Сначала мы пришли к объединению территорий, и губернатор, в том числе и в интервью нашему телеканалу, рассказывал, что да, здравоохранение, иные сферы. То есть это оттуда. Губернаторам поставлены очень четкие задачи по рациональному использованию действительно имеющегося потенциала и кадрового, и материально-технического потенциала, которые имеются в учреждениях здравоохранения, и их рациональному использованию. Первый опыт, который был проведен на примере Кизеловского угольного бассейна, когда 4-й горбольнице мощному, хорошему учреждению города Перми было присоединено Гремячинск, Кизел, Горнозаводск. И действительно уже первый опыт есть. И я считаю, что теперь опыт на территории города Перми, когда Кировский район объединился в одно учреждение, он тоже даст свои позитивные результаты. Вот, наверное, уже в завершении нашей беседы. Какие сроки перед вами поставлены? То есть когда должна появиться некая положительная динамика, и когда будут подводиться итоги этого, с вашего позволения, эксперимента, что ли? Знаете, мне, наверное, сложно будет ответить на этот вопрос, поскольку я не главный врач нового созданного учреждения. Но вам главный врач доверил. Я только заместитель по поликлинике. Но думаю, что в течение года первые результаты должны появиться. То есть если говорить о том, что опыт будет проецироваться на весь город, то это произойдет не раньше, получается, конца лета, осени следующего года. С 1 октября появилось новое медицинское учреждение. Огромная сейчас работа проводится по анализу. Первое. Эффективность использования и медицинской базы, и кадрового потенциала, и финансовой составляющей. После этого я так предполагаю, что будут уже определены какие-то направления. Но не июнь, это точно. Я думаю, что в течение года должны появиться результаты. Спасибо большое. Людмила Чудинова любезно отвечала на наши порой наивные, а порой и, может быть, не совсем приятные вопросы. Да, заместитель главного врача городской клинической больницы имени Гринберга. Мы говорили о первом медицинском кластере, который появился в Перми официально 1 октября. И расположен он в Кировском районе нашего города. Спасибо вам большое. Спасибо. Питание пермяков не соответствует медицинским нормам. Такие выводы приводит Перемстат. Что переедают и недоедают пермяки. Расскажу подробнее сразу после рекламы. Продолжение следует... До встречи. Не спать. Коктейль Молотова на РБК Пермь. От гильотины до GPS-браслета. От древнего Зиндана до комфортабельных скандинавских тюрем. От Колыма до брачного контракта. Эволюция права вместе с историком Мариной Казанцевой. Новый проект телеканала РБК Пермь. Каждый четверг в рамках итоговой программы. Продолжаем программу. Питание пермяков не соответствует медицинским нормам. Такие выводы приводит Перемстат. Там привели данные о потреблении основных продуктов питания при каме за 2017 год. Эксперты отмечают, что жители края чрезмерно потребляют яйца и хлеб, и недостаточно активно фрукты, мясо и молоко. Что касается потребностей населения, в основных продуктах питания полностью край обеспечивает себя яйцами. Но в то же время фонд потребления сахара, к примеру, формируется только за счет ввезенной продукции. Ежегодно среднестатистический житель края съедает 63 килограмма мясопродуктов. Это 86% от нормы. 230 килограммов молока и молочных продуктов. Это 2 трети нормы. И 269 килограммов яиц. Чуть выше рекомендуемой нормы. Овощи и пермяки едят также примерно 2 трети от нормы. Зато на 20% превышают средние показатели по потреблению хлеба. Ну и фруктов недоедают очень много. Потребляют лишь 56% от рекомендуемых медицинских норм. Ну и помимо производства продуктов питания, Пермстат оценил изменения за 80 лет и других показателей качества жизни населения. Рождаемость, образование, объемы вводимого жилья. Ну так, например, численность населения в крае на 1 января 1940 года составляла 2 миллиона 155 тысяч человек. Ну а на 1 января 2018 года 2 миллиона 600. Кроме того, в регионе значительно выросло число городского населения. В 1940 году лишь 40%, сейчас горожан больше. 75%. Почти в три раза уменьшилась в регионе за этот период рождаемость и вдвое сократилась смертность. Ну кроме того, число работающих на одного пенсионера в 1940 году составляло 42, но в 2017 число работающих и пенсионеров в крае почти сравнялось. На одного пенсионера приходится 1,01 работающих. Банк России запустил новую программу по финграмотности обучения волонтеров финансового просвещения. Как будет программа реализовываться в Прикаме и какую в итоге пользу она принесет, обсудим с Оксаной Секлицовой, главным экономистом Пермского отделения Уральского управления Банка России. Здравствуйте, Оксана Юрьевна. Ну да, Оксана Юрьевна, в чем прежде всего эта программа? Что в ней такого важного, что в ней такого инновационного? Здравствуйте. Ну прежде всего нужно сказать, чем будут заниматься волонтеры финансового просвещения. Первое, это конечно же информирование населения о базовых наборах знаний, умений и навыках, характерных для финансово грамотного человека. Это о необходимости следить за состоянием личных финансов, о планировании доходов-расходов, об умении сберегать и умении подготовить себя к пенсии. То есть, естественно, мы не говорим о том, как людям покупать акции, либо вкладываться в индекс МВБ. Это обычно, да, как взять кредит, как рассчитать свою зарплату в 30 тысяч, чтобы хватило на все 30 тысяч. Да, конечно, это прежде всего именно для простых людей, для простых граждан, для простого населения Пермского края. То есть, это очень важный на сегодняшний день момент. И, конечно же, таким образом Банк России рассчитывает снизить уровень финансового мошенничества, в том числе на нашей территории. А то есть, вообще, насколько это актуальна сейчас тема? То есть, насколько уровень финграмотности в регионе вообще высокий, он низкий или средний? Как это можно оценить? Ну и хотелось бы там повыше? Конечно, хотелось бы, чтобы уровень финансовой грамотности в регионе был выше, чем он сейчас имеется, потому что поступают жалобы постоянно у нас на действия финансовых организаций, в том числе. Поэтому, для того, чтобы этих жалоб было меньше, именно необходимо повышать уровень финансовой грамотности. Тем более, там вот последние новости ЦБ о том, что там Банк России оценил возможные потери клиентов в Кэшбери в миллиард рублей и предостерег от вложения в финпирамиды. Возможно, подобные прям конкретные примеры тоже будут разбираться, да? Думаю, да. Основные признаки, как раз как и отличить добросовестную финансовую организацию от организации, имеющей признаки финансовой пирамиды, как раз будут рассказывать и волонтеры финансового просвещения. А когда вообще планируется приступить к работе над этим проектом, если мы конкретно говорим про волонтеров? На сегодняшний день уже Банком России запущена программа обучения, вернее, запускается в первом квартале программа обучения финансовых волонтеров. Программа будет состоять из двух блоков. Первый блок теоретический, который будет в себя включать 11 тем по финансовой грамотности. Второй блок будет состоять из подготовки к публичным выступлениям. То есть получается, что касается первого блока люди просто на удаленке смогут посмотреть лекции ЦБ, чтобы потом это передать, рассказать? Сейчас, насколько известно, по предварительной информации, программа еще находится в разработке. И прежде чем перейти ко второму блоку, как раз к публичным выступлениям, необходимо будет волонтеру успешно изучить четыре темы, не менее четырех тем освоить, с которыми он в дальнейшем будет выходить на население и выступать с этими темами именно. Главное, это, Оксана Юрьевна, хочется понять, человек, который пройдет это обучение, он сначала неким образом перед вами отчитается, перед ЦБ о том, что он правильно информацию донесет. А то, может быть, они подхватят и, наоборот, хуже такую ситуацию сделают. Предполагается, конечно, что на начальном этапе работники Центрального банка, в том числе отделения Пермь, будут контролировать ту, какую информацию потенциальные волонтеры будут доносить до населения Пермского края. И только потом, после того, как мы убедимся, что эти волонтеры несут действительно достоверную, качественную информацию, они смогут выходить и читать свои лекции, проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности самостоятельно. Да, смотрите, Аксана Юрьевна, предлагаю чуть-чуть беседе Эдуарда Матвеева, экономиста, аналитика, тоже, наверное, знаете его, один из тоже идеологов финансовой грамотности в Пермском крае со своими проектами. Эдуард, добрый вечер. Действительно, нужны Перми такие проекты вообще? Насколько уровень в Пермском крае финансовой грамотности высокий, низкий? Добрый вечер. Нет, такие проекты, безусловно, нужны не только Перми, они, в принципе, нужны России. Другой вопрос, что померить финансовую грамотность в последнее время довольно сложно. Дело в том, что, ну, по крайней мере, согласно тем исследованиям, которые были до конца прошлого года, которые были известны, правила исследования, причем их проводили и в ЦИОМ, и Минфин их проводил, исследования Банка России, к сожалению, не попадались, если они были у них. Но там, к сожалению, во время опросов людей просили оценить собственную финансовую грамотность. И, как правило, люди ее оценивали как низкую, из чего и делался вывод, что, собственно, финансовая грамотность у нас не растет в России. Но, тем не менее, на мой взгляд, вот, по крайней мере, то, как я встречаюсь с родителями, с школьниками, с дошкольниками, видно, что люди начали об этом задумываться. Если еще года 3-4 назад в школах родители говорили, что детям это не нужно знать о деньгах, и этому они научатся потом, сейчас большинство говорит как раз о том, что, да, действительно, детям нужна финансовая грамотность, их нужно учить этому сейчас, а не потом. Да, то есть, Эдуард, уже тенденцию удалось переломить. Я понимаю, вот еще буквально кратко, я понимаю, что у вас есть свои проекты, том числе и лесная биржа, и они коммерческие, там, никто не скрывает. Вы-то готовы стать волонтером, возможно, хотя бы в нескольких мероприятиях поучаствовать? Смотрите, на самом деле, я в любом случае участвую и как волонтер, что в том числе, и вот в последний раз были вот эти вот «День открытых дверей» в банке России, мне даже значок такой прицепили на пиджак, у меня до сих пор висит такой оранжевый волонтер. То есть, на самом деле, когда проводятся подобные мероприятия, прежде всего, это интересно тем, что мы в любом случае поднимаем уровень финансовой грамотности за деньги или за бесплатно, ну, конечно, это тоже важно, но, тем не менее, сам отклик на те продукты, которые мы доносим, последний раз мы на «Дне открытых дверей» давали всем поиграть в игру, которая сделана на основе книги «Димы и Савенок». Там играли дети, в том числе, которых привозили из детского дома, и они вот прямо вот играли, не отрываясь. И нам это было очень интересно за этим наблюдать, мы как бы там им поясняли что-то, на самом деле там пояснять особо даже не надо было. Готовы, в общем, готовы и будете сотрудничать. Детей и взрослых, а? Готовы и будете сотрудничать, в любом случае, готовы сотрудничать с ЦБ. Конечно, сотрудничаю. Да, спасибо, Эдуард, это Эдуард Матвеев, аналитик, финансист, экономист с нами на связи. Ну вот, Оксана Юрьевна, все-таки, кто может стать этими волонтерами вообще? Понятно, что, наверное, сложно прогнозировать количество этих человек, но сколько это может быть и кто, прежде всего, может этими волонтерами стать? Как считаете? На сегодняшний день потенциальная возможность привлечения волонтеров, в принципе, Банком России не ограничена. Все будет зависеть, во-первых, от активности потенциальных волонтеров, от того, сколько их заявится на обучение, насколько успешно они будут проходить обучение, ну и, конечно же, каким образом, с применением каких материалов они будут применять свои знания в части проведения мероприятий по финансовой грамотности. Основная ставка, по большому счету, финансовым волонтерам может стать хоть кто, любой человек, ведущий добровольческую деятельность в целях повышения финансовой грамотности населения. До эфира успели уже с вами обсудить, что это могут быть одним из таких костяков, это студенты экономических факультетов, для которых и самим полезно выступать. Конечно, которым и самим полезно, которые обладают, я как раз к этому и иду, обладают определенным уровнем знаний, определенным уровнем навыков и компетенций. То есть это не только могут быть студенты, но и любой другой человек, который имеет определенный, в том числе и жизненный опыт. В любом случае, это десятки человек, возможно, сотни, хотелось бы, наверное, чтобы это были сотни. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас больше было таких людей, которые могли бы поделиться своим опытом, своими знаниями, в том числе в части финансового просвещения. Это очень важный аспект на сегодняшний день для Банка России и в целом для страны. Оксана Ильяновна, буквально минута у нас остается. Я понимаю, что всех там проектов не перечислить, которые ЦБ ведет по многим направлениям, по восьми, по-моему, насколько я понимаю. Один из таких ярких, который у вас сейчас стартует для людей предпенсионного возраста, вы хотели рассказать. Да, у нас 9 октября на базе Пермского института РЭО имени Плеханова по адресу Бульвар Гагарина, 57, запускается образовательный курс по повышению финансовой грамотности старшего поколения. Проект так и называется. Прививаем культуру финансовой грамотности. Основная цель курса – это повысить финансовую грамотность именно людей пенсионного возраста. То есть это самое актуальное, а не какая-то угроза для мошенников, да? Да, так как у нас это поколение, оно наиболее доверчивое и чаще всего попадается, скажем, на удочки мошенников. Группа рассчитана на количество человек до 25. Курс состоит из четырех уроков. Будет проводиться начиная с 9 числа по вторникам. Понятно. Ждете всех? Ждем всех. Записаться можно по адресу, по электронной почте. У нас в гостях Оксана Секлецова, главный экономист Пермского отделения Уральского управления Банка России. Мы подвели итоги дня. Оставайтесь на телеканале РБК и до встречи.